Музыка Правозащитные организации призвали ООН организовать комиссию для установления правонарушений китайских властей в Восточном Туркестане. Организация по мониторингу, расследованию и документированию нарушений прав человека предложила мусульманским странам и европейским государствам возглавить эту комиссию. Глава партии Добра Мираль Акшенер почтила память погибших уйгуров 22 года назад в городе Кульджа. Акшенер поделилась следующими словами. Мы чтим память погибших мусульман в Восточном Туркестане. Пусть Всевышний дарует им рай. Электромагнитные бомбы, разработанные Китаем, оцениваются как спящая угроза для США. Над разработкой подобных бомб работает Иран, Северная Корея и Россия. Китай выделяет огромные средства для обеспечения армии электромагнитными бомбами и планирует стать сверхмощной державой. Министр обороны России заявил, что после отказа от военно-технического сотрудничества, по приказу Путина, военные начали разработку сверхзвуковых бомб. В столице России эвакуировали более 30 тысяч человек из-за сообщения о готовящемся теракте. Людей эвакуировали со школ, больниц, университетов и общественных учреждений. Полиция и саперы провели проверку зданий. По сообщению специалистов, информация о заложенных бомбах поступила с зарубежного IP-адреса. Главный профсоюз рабочих Франции объявил 24-часовую забастовку в поддержку желтых жилетов. В столицу Франции прибыли рабочие со 160 районов. Редактор субтитров А.Семкин